У нас в студии Андрей Марусов, глава правления Transparency International. Это неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией. Существует в сотне стран, в том числе и в Украине. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось с вами поговорить о последнем задержании. Громкое задержание главного налоговика страны. Его обвиняют в том, что он незаконно реструктуризировал долги избежавшего народного депутата Александра Онищенко. Как вы думаете, какие перспективы этого дела? Относительно перспектив, конечно, сложно что-то говорить, поскольку, понятное дело, необходимо иметь доступ к материалам, которые никому предоставлять не будут, и это как бы нормально. С другой стороны, если относительно перспектив, однозначно будет политическое давление и очень большое на то же самое антикоррупционное бюро, на Сытника. Поскольку, ну, всем очевидно, что в любой постсоветской стране, там, из разряда, я уж не знаю, там, Украина, Россия, Беларусь, да, вот, главный налоговик, это, как правило, такой держатель одних из самых крупнейших коррупционных схем, вот, в которых задействованы не какие-то миллионы, а миллиарды просто долларов, потому что это и возвращение НДС, это, ну, это все, да. Ну, дойдет дело до приговора или нет? Я думаю, я надеюсь, да, что так оно и будет, поскольку, ну, в конце концов, это, скажем так, вызов для того же самого НАБУ, для антикоррупционного бюро, для Сытника, вот, год уже прошел, и у массы граждан, да, и у того же самого бизнеса встает вопрос, «Ребята, вам платятся большие деньги, да, то есть те же самые детективы получают у них очень хорошие зарплаты, вот, вам предоставлен, в общем-то, карт-бланш, да, за наш счет, да, за счет налогоплательщиков, и, соответственно, все ожидают уже давно, да, то есть ожидают того, чтобы действительно большие посадки, да, большие скандалы, связанные с антикоррупционными расследованиями, поэтому, ну, то есть вот этот вот фактор, он, ну, очевидно, что он давит и на самого Сытника, и на детективов, которые там работают, то есть им нужно, как бы, показать, зачем они существуют, да, и в этом смысле, ну, Насиру – это самая большая коррупционная рыба, да, ну, скажем так, предположительная коррупционная рыба, поскольку приговора суда у нас еще нет, ну, если судить о перспективах, очевидно, что в судах будет саботаж, в судах будет затягивание, это мы уже видим по делам, которые касаются гораздо более мелких фигур, там, каких-то судей рядовых, да, вот, это уже происходит, к сожалению, а кроме того, ну, не следует исключать, в том числе, и возможность того, что он может забежать. По-вашему, только суды тормозят вынесение приговоров? Сейчас, ну, если говорить с правовой точки зрения, то да, вот, то есть вот подавляющее большинство, и об этом совсем недавно и тот же самый Сытник говорил, и, собственно говоря, специализирована антикоррупционная прокуратура, о том, что масса дел, то есть по некоторым делам, там, пара десятков, то есть, собственно говоря, рассмотрение еще не началось, хотя уже, например, там, подача иска в суд, она произошла, там, полгода назад, например, а по некоторым даже год назад они подали, а до сих пор даже, как бы, первого заседания суда не состоялось. То есть вопросы только к судебной системе? Ну, не совсем ясное дело, поскольку, ну, мы сейчас прекрасно понимаем, что в таких случаях начинается, скажем так, политическое давление по самым разным каналам, формально, неформально, ну, то, что вот мы видим сейчас, то есть, это история с аудиторами, аудиторами, то есть, необходимо выбрать, там, трех аудиторов, которые должны провести, там, аудит работы НАБУ. Вот как раз именно вывод аудиторов, трех независимых аудиторов, да, то есть, вывод аудиторов, это является, ну, одной из причин для увольнения того же самого Сытника, вот, поскольку, ну, изначально, когда делалось все это законодательство относительно антикоррупционного бюро, ну, мы все прекрасно понимали, что оно должно быть максимально независимым, вот, и там были тоже определенные компромиссы, да, вот, со стороны, там, правительства, парламента, там, гражданского общества, международных организаций, вот, и было принято решение, окей, да, то есть, там, проводится регулярный аудит, который проводится независимыми аудиторами, если они признают, там, неудовлетворительную работу, да, это уже основание для, там, увольнения, того же самого Сытника. Других оснований серьезных, ну, то есть, признать его, там, преступником, да, там, совершившим какое-то то или иное правонарушение, ну, все прекрасно понимают, что это, как бы, ну, это сложно, да, для противников, да, вот, в чем-то его, там, скажем, обвинить, да, ну, а остальные, там, я не знаю, там, по возрасту, там, смерти, т.д. и т.п., ну, это, в общем-то, как бы, невероятная причина. Вдобавок к этому, за последний год в Украине появилось очень много новых органов по борьбе с коррупцией, вы уже сказали об антикоррупционном бюро, антикоррупционной прокуратуре, нац.агентство по предупреждению коррупции и т.д. и т.п., насколько эти органы являются независимыми? Согласно законодательству, то же самое НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура, у них очень хороший статус, да, то есть независимый. То есть, например, та же самая специализированная антикоррупционная прокуратура, ну, они, в общем-то, должны работать в связке, да, то есть ее глава Хладницкий является заместителем Луценко, заместителем генерального прокурора, но на самом деле он, как бы, от него независим. Вот, если говорить о том же самом агентстве по предупреждению коррупции, да, оно в составе кабинета министров, в составе, ну, скажем так, правительства, но, опять же, у них, там, у пяти, ну, сейчас есть только четыре члена НАЗК, у них тоже достаточно большие гарантии независимости. Ну, и то, что мы сейчас видим, да, то есть это вот уже сейчас, сейчас работа НАЗК, она уже граничит на грани провала. То есть даже уже там в кабинете министров начали говорить и премьер, да, предъявлять им претензии, что они не в состоянии организовать, ну, в частности, там, глава НАЗК Наталья Корчак, не в состоянии организовать просто-напросто, ну, рутинную, нормальную, эффективную работу, да, по проверке, там, по мониторингу тех же самых, там, электронной декларации об имуществе, там, нардепов, там, и так далее, и тому подобное. И выясняется, что, а, собственно говоря, оснований, согласно закону, уволить, снять нету, да, поскольку, опять же, то есть наша логика изначально, ну, наша, я имею в виду, там, тоже самообщественных организаций была такая, да, давайте создавать новые институты, и при этом одновременно им давать, ну, просто вот, вот, карт-бланш, да, то есть делать их как можно более независимыми в нашей системе. В Украине ждут еще появления антикоррупционных судов. Да, вот как раз эта инициатива, ну, в общем-то, нам стало это понятно, наверное, ну, где-то год назад, да, когда вот появились первые, вот, вот, саботаж рассмотрения первых дел, да, которые, чуть не касались, там, насиливали бы Анищенко, а просто, там, судей, например, да, либо каких-то прокуроров, да, рядовых, вот, то есть слава богу, что, во-первых, это предусмотрено в законодательстве о том, что должен быть такой антикоррупционный суд. Вот, наконец-то подан первый законопроект, вот, который мы уже, ну, более-менее мы его поддерживаем, да, поскольку, ну, очевидно, что тут необходимо, чтобы эти антикоррупционные суды, они были также, во-первых, отбор в них был как можно более независимый и объективный. Вот, о том, чтобы у них была своя автономия, вот, и, ясное дело, чтобы они, ну, не были завалены, там, делами, да, то есть, чтобы они могли справляться со своими обязанностями. Ну, и тут, кроме всего прочего, тут есть ведь еще такая проблема, как, собственно говоря, кризис судебной власти в том смысле, что во многих судах просто-напросто не хватает судей. То есть, есть объективная ситуация, да, то есть масса судей, они ушли, потому как сейчас они увольняются, и они получают хорошую пенсию. Ну, и, в общем-то, они надеются, что эта пенсия останется с ними. Вот, и, там, какова бы реформа пенсионной системы ни была, да, она все равно останется с ними, да, то есть, кроме того, многие судьи также подозревают, ага, так, появился НАБУ, появились новые органы, у них, там, рыльца в пушку в коррупционном, соответственно, не, лучше, вот, так сказать, сейчас уйти, да, чтобы избежать, там, впоследствии тех или иных, там, антикоррупционных, там, разбирательств и расследований в их отношении. Вот, поэтому, ну, вот, сейчас, на самом-то деле, мяч на стороне президента, на стороне коалиционного большинства в Верховной Раде, да, то есть, они обязаны, так сказать, принять этот законопроект, да, предложить какой-то свой вариант, ради бога, да, вот, и двигаться вперед, поскольку, ну, все понимаем, то есть, даже если завтра этот законопроект будет принят, да, ну, в любом случае, это где-то, ну, до года займет, в общем-то, отбор судеб, ну, все эти процессы, да, материально-техническое обеспечение, то есть, ну, то, что мы видели и с НАБУ, и с НАЗК, да, ну, это за пять минут такое не делается. Борьба с коррупцией, в том числе, в руках политических элит. Андрей, спасибо вам. Андрей Марусов, глава правления Transparency International, был гостем нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова